всем привет друзья вы на канале воин ленокс льюис прокомментировал победу александра усика на тенте не джошуа я хотел бы чтобы пояса вернулись великобританию я смотрел бой думаю что многие поймут как важен джеб он очень важен это твое первое оружие прежде чем переключишься на корпус или сделай что-нибудь еще тебе необходимо пристреляться джебом я не увидел это в бою поединок меня немного расчаровал меня это не обрадовало я расстроился из-за энтони меня расчаровал угол джошуа я не понимаю почему они говорили что он выиграет после трех раундов для меня это безумие я могу сказать гораздо больше но не буду александр красюк промоутер александра усика прокомментировал слуха боя своего клиента против тайсона фюри бой 17 декабря не подтверждаю мы находимся в контакте с уорреном и принцами саудовской аравии сказал красюк по информации издания daily mail тайсон фьюри готов провести бой с александром усиком фьюри может заработать за бой с усиком 60 миллионов фунтов энди руис младший прокомментировал поражение энтони джошуа в реванше с александром усиком я всегда говорил что усик победит потому что джошуа уже не тот все писали мне джошуа изменился с тех пор как дрался с тобой каждый боец проходит через американские горки поэтому мы не можем судить каждого парня по его победам и поражениям мы должны уважать каждого бойца потому что мы рискуем своими жизнями чтобы прокормить семью и устроить фанатам увлекательные бои возможно джошуа нужно немного отдохнуть от бокса как это сделал я свое время сейчас он должен сосредоточиться на будущем и своей жизни лучше всего ему верить что снова может стать чемпионом Женебек Алимханулле вероятнее всего будет повышен до статуса полноправного чемпиона сегодня стало известно что действующий обладатель титула WBO Дмитриус Андрей отказался от его защиты в поединке с Алимханулле а вместо этого решил подняться в супер средний вес и возобновить переговоры с Заком Паркером а бой за временный пояс WBO в этом весе Абсолютный чемпион Дэйвин Хэйни проведет реванш Джорджем Камбососом 15 октября бой должен пройти на арене Рода Ливейра в Мельбурне напомним первый поединок состоялся в июне этого года и Хэйни победил единогласным решением Фрэнк Уоррен представляющий интересы Тайсона Фьюри выразил уверенность в том что бой за звание абсолютного чемпиона между Фьюри и Александром Усиком обязательно состоится это бой который я считаю будет организован потому что команда обоих боксеров хотят этого после боя Усик сказал что это единственный бой который ему интересен и тоже самое можно сказать о Тайсоне сейчас весь вопрос в том где проведение этого боя обеспечит наибольший доход потому что это уникальный исторический поединок внимание всего мира будет приковано к этому бою а на этом у меня все друзья большое спасибо за просмотр поддержите это видео своим бойцовским лайком пишите в комментариях что вы думаете обо всем этом и подписывайтесь на канал всем крепкого здоровья и увидимся завтра всем пока субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok